Я приветствую всех жителей Самары и Самарской области в эфире программы «Территория права». Услугами нотариуса хоть однажды, но пользовался каждый. Удостоверение сделок, согласие на выезд несовершеннолетнего за границу, различные доверенности, заявления и еще масса других нотариальных действий, к которым мы прибегаем в нашей повседневной жизни. А в последние несколько лет все больше популярность приобретает такой вид нотариального действия, как обеспечение доказательств нотариусам. Я представляю гостя в студии, президент Нотариальной палаты Самарской области Галина Юрьевна Николаева. Добрый вечер, Галина Юрьевна. Мы работаем по традиции в прямом эфире. Телефоны в студии 202-11-22. Уважаемые телезрители, звоните к нам в студию, задавайте свои вопросы. Ну и, конечно, обратите внимание на телефон Нотариальной палаты Самарской области, возьмите их себе на заметку. По ним вы также можете получить консультацию в рабочее время. Галина Юрьевна, в каких случаях обращаются к нотариусам за обеспечением доказательств? Для чего это необходимо? Ну, обращаются в тех случаях заинтересованные лица, когда они полагают, что их интересы, если не обеспечить сегодня доказательства, которые необходимы будут для судебного разбирательства, что они могут быть утеряны, утрачены. То есть, либо не будет лица, который может обеспечить. То есть, дать свидетельские показания, предоставить какие-то документы. Но, в основном, это свидетельские показания. Галина Юрьевна, а можете привести пример, ну, сразу, чтобы обозначить тему, чтобы было понятно, что это за доказательства, кому они нужны, для чего вы сказали про суд. А вот пример можете привести? Конечно. Вот я говорю, необходимо представить свидетельские показания определенного лица в судебном процессе. Если раньше законодательство до 1 января 2015 года предусматривало, что нотариус вправе обеспечить свидетельские показания путем допроса свидетеля, только в тех случаях, когда дело еще не находится на рассмотрении в суде, то с 1 января 2015 года эта часть статьи утратила свою силу. И на сегодня нотариус вправе обеспечивается по просьбе заинтересованных лиц, которые подают нотариусу соответствующее заявление с просьбой обеспечить доказательства путем, например, допроса свидетеля. И эти свидетельские показания потребуются в дальнейшем судебном разбирательстве, как в уголовном процессе, так и в гражданском. Поэтому на сегодня вот такие доказательства нотариус вправе обеспечивать, не смотря на то, что находится дело уже на рассмотрении в суде или не находится. Как правило, обращаются почему к нотариусу за обеспечением этих свидетельских показаний в тех случаях, когда, например, в суд еще не вызван человек для дачи судебных. Наш суд рассматривает в своем заседании там энное количество времени. То есть не вот сегодня обратились, сегодня рассмотрели. Есть основания полагать, что лицо либо в длительную командировку уезжает гражданин, либо он находится на излечении, либо у него отпуск запланирован, либо он вообще может уехать, и место его жительства будет неизвестно. Либо, извините меня, всякое бывает, что-то может случиться, что он не сможет явиться в суд и дать соответствующие показания. Вот в этих случаях очень часто обращаются к нотариусам. Например, по данным Федеральной нотариальной палаты, только за 2014 год нотариусам было обеспечено доказательство в количестве 12,5 тысяч нотариальных действий. Вот 12,5 тысяч раз нотариусы обеспечили доказательство для суда. Это очень большая цифра, когда действительно. И это очень удобно для граждан. Не ждать, когда суд вызовет. Есть возможность на сегодня. Во-первых, даже сам человеческий фактор. Сегодня человек соглашается, завтра он говорит, я уезжаю, я не могу явиться в суд и так далее. Разные такие обстоятельства. Поэтому гражданин обращается к нотариусу, ставит перед нотариусом вопросы в своем заявлении, по которому нотариус должен допросить. И нотариус составляет протокол допроса свидетеля. Очень удобно. Галина Юрьевна, продолжим тему. У нас есть звонок от телезрителей. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем. Алло. Алло, добрый вечер. Здравствуйте. Интересует вопрос, каким образом оформить дарение денежных средств от ОСА к сыну? Спасибо. Ну, проблем никаких нет. Прийти к нотариусу и оформить договор дарения денег. Другой вопрос, в качестве какого доказательства этот договор будет выступать. Поскольку деньги невозможно идентифицировать. Деньги не пахнут и невозможно. У него нет определенных признаков у денег, кроме как номиналы. Естественно, того вида, который они имеют. Поэтому, если в качестве доказательства, что на эти деньги была приобретена определенная вещь, то это не совсем тот случай, когда можно в суде дать точную оценку и сказать, что именно на эти деньги была приобретена, например, вот эта машина или вот эта квартира. Поскольку другой стороны всегда будет возможность сказать, ничего подобного, эти деньги мы потратили уже давным-давно на его личные цели. Ну, это я не, к примеру, на этот вопрос телезрителя. И всегда можно выставить контраргумент, сказать, нет, на эти деньги мы не приобретали эту квартиру, мы их приобретали вот на наши совместные деньги. А вот на те деньги он потратил на свои личные нужды. А каким образом это доказать? Никаким образом не докажешь. Деньги не пахнут. Хорошо, а если переписать номера? Ну и куда? Если вы переписали номера, это другой вопрос. В договоре переписать все номера купюру и потом впоследствии в договоре, точно таком же договоре, опять-таки указывать эти купюры. Ну, как бы в качестве приложения к договору. Да, ну, как бы это для безопасности, тогда это может играть какую-то роль. А вот просто на будущее, как бы иметь в виду, что эти деньги подарены по договору, и поэтому на них приобретена квартира. Поэтому я не знаю, с какой целью этот вопрос задан, хотя оформить никаких проблем нет. Можно дарить денег, конечно. Можно обраститься к нотариусу. Если же в качестве именно доказательств, что на эти деньги приобретено какое-то имущество, тогда лучше делать иным путем. Лучше приобретать это имущество и впоследствии дарить. Например, если речь идет о подарке в качестве недвижимости или в качестве движимого имущества автомобиля, или какой-то другой дорогостоящей вещи, например, своему одаряемому, и необходимо, чтобы... Почему дарят по документам, вот, оформленным в нотариальной форме? Чтобы доказать, что у второго супруга, ну, как правило, не возникает прав собственности на это имущество, поскольку она безвозмездная сделка, и это имущество не нажитое на совместно нажитое средства. Поэтому есть другой очень хороший способ – это купить на свое имя и подарить. И вот именно имущество, принадлежащее одному из супругов по безвозмездной сделке, оно не входит ни в раздел имущества, и не принадлежит второму супруге на правах собственности. Галина Юрьевна, вы сказали подарить, и, соответственно, оформить это дарение правильному нотариусу договором дарить дарение. Конечно, конечно. Спасибо. Продолжаем наш разговор. Я призываю дозваниваться к нам в прямой эфир. Телефон вы видите на экранах. Звоните, пожалуйста. Ну, телефон нотариальной палаты также периодически появляется на ваших экранах. Галина Юрьевна, а какие доказательства нотариус вправе обеспечить? Ну, нотариус, как правило, на практике самые широко используемые нотариальные действия это как допрос-свидетель, как я уже сказала, и осмотр страницы сайта. Также обеспечение доказательства СМС-переписки. Нередки на сегодня случаи, когда в СМС-переписках поступают угрозы, поступает СМС-переписка свидетельствующая о шантаже, и впоследствии, чтобы она не была утрачена, либо телефон разбился, либо СМС-переписка эта стерта. То есть это тоже доказательная база? Конечно, нотариус также может обеспечить вот эти доказательства, оформив соответствующим документом. Поэтому осмотр страницы сайта на сегодня очень широко используемое обеспечение доказательств. Именно нотариусам суды даже направляют в своих определениях. Суды направляют к нотариусу за обеспечение вот этого доказательства. Это осмотр страницы сайта. Как правило, используется... Также нотариус обеспечивает доказательства по краже домена. Что такое кража домена? Если вы используете электронный адрес для, например, рекламной какой-то своей продукции, рекламирования, то есть такой мошеннический способ, что с этой страницы перенаправляется на другую страницу. И пользователь интернета даже не подозревает, что он попал не к самому рекламодателю, не к самому производителю, а совершенно к новому мошеннику. И пользуется информацией, рекламной продукцией определенных товаров или видов услуг совершенно иного лица. Посредника, мошенника. Не того раскрученного домена, на который пользователь и ориентируется, а совершенно другое лицо. И вот все эти доказательства нотариус может обеспечить. А также осмотр страницы сайта очень широко получил применение во время предвыборных кампаний. В том числе и депутатов. Не только каких-то выборных должностей, каких-то организаций акционерных обществ и так далее. А когда друг о друге распространяются какие-то сведения, которые причиняют ущерб такой репутации, деловому имиджу этого кандидата в депутаты и так далее. Или на какую-то иную выборную должность. И впоследствии, естественно, этот вброс происходит, а завтра его снимают. И вот чтобы доказать, что нанесен ущерб именно деловой репутации честному имени, а вот как раз для этого нотариус осматривает страницу сайта. Поэтапно есть целая процедура. Она непростая. Нотариус осматривает, поэтапно открывает эти страницы и обеспечивает для суда эти доказательства. Спасибо. Очень интересно, Галина Юрьевна. Спасибо за такой развернутый ответ. Принимаем звонок от телезрителей. Алло, говорите, пожалуйста. Добрый вечер, такой вопрос. Значит, у нас часть... Дом, в общем-то, на три части поделенный, так? У меня своя доля, было свидетельство на собственном. Значит, я что сделал? Я старую пристроить с нее, построил дом, ну, грубо говоря, так, оформил землю, но не поделили в трех... Ну, смотри, хозяина, в долях не разбери, значит, да? Получил свидетельство на землю, но в долях не поделили. Допустим, я могу продать, когда полностью закончу, там, разводку сделаю, отопление, гас, свет. Ну, в данном случае вам необходимо прекратить в любом случае долевое участие, либо в добровольном порядке посредством соглашения у нотариуса. Нотариус составляет такие соглашения о прекращении долевой собственности, либо о выделе вашей доли, поскольку у вас вы уже построили свой дом, и вы в любом случае прекращаете долевую собственность у вас с вашими сособственниками, чтобы вам зарегистрировать. В случае, если сособственники препятствуют такому выделу в натуре этой доли прекращения долевой собственности, то можно в судебном порядке оформить это. Для этого необходимо в кадастровой палате, в БТИ оформить план в Органах бюро технической инвентаризации, получить заключение о возможности прекращения долевой собственности, о возможности выдели в натуре. Значит, по упрощенке, естественно, на сегодня по так называемой дачной амнистии есть еще право зарегистрировать в упрощенном порядке свое право собственности на это строение, вновь возведенное. Что касается земельного участка, это нужно видеть документ, но я полагаю, что совершенно законно вы получили свое право собственности на этот земельный участок. Другой вопрос, что как бы если без нарушения интересов других сособственников, я как бы будем полагать, что так, ну если их интересы будут нарушены этим актом, вот в предоставлении собственности земельного участка, ну я думаю, что это есть возможность всегда поправить, либо по их заявлению, естественно, опять-таки. Но в любом случае вам необходимо прекратить долевое участие. Спасибо. Я предлагаю принять еще один звонок Галина Юрьевна. Добрый вечер, мы слушаем вас. Алло. Вы меня слушаете? Да, вас говорите. Галина Юрьевна, скажите мне, пожалуйста, дарственное оспариваться? Я хочу на дождь сделать дарственное. Ну, оспаривать пытаются все и всяко. Другой вопрос, у кого есть право на спор. Право есть на спор у лиц, чьи интересы были нарушены тем или иным договором. В данном случае, если вы дарите имущество, принадлежащее вам на праве собственности, то никто не вправе препятствовать вашему праву по распоряжению этим имуществом. Естественно, нет ни у кого права оспорить этот договор, кроме сторон этого договора. Поэтому, если вы желаете подарить своей дочери, никто не вправе вам воспрепятствовать, никто не вправе впоследствии оспорить. Есть такое мнение у наследников, Когда открывается наследство, они приходят к нотариусу, нотариус запрашивает документы и говорит, что у вашего наследателя ничего нет, он при жизни все подарил. И вот другие наследники, ни в чью пользу это был подарок осуществлен, они пытаются оспаривать. Но вот у таких наследников нет права на спор по данному делу. Галина Георгиевна, а вот в продолжении этого вопроса, может ли даритель отозвать свое дарственное? Может. Может отменить в том случае, если это будет предусмотрено договором. Есть единственный случай, когда законодатель предусмотрел, что дарение можно отменить дарителям в случае, если он переживет одаряемого. И таких случаев много. Очень часто, что бабушки дарят свою квартиру внуку, и по каким-то причинам внук раньше бабушки уходит из жизни. И тут вступает в права уже его наследники. А по договоренности с внуком бабушка проживала в этой квартире. И у новых собственников есть право прекратить пользование этим имуществом прежним собственникам. Вот чтобы таких ситуаций не возникало, суды, конечно, в каждом конкретном случае решают, ну, насколько я знаю, судебную практику в пользу, конечно, таких бабушек и дедушек. Никто их на улицу, конечно, не выселит. Но чтобы не вступать вот в спор и не судиться, конечно, если договор удостоверяет нотариус, то нотариус всегда разъясняет требования этой статьи. И договором можно предусмотреть, предусматривает это право дарителя на отмену дарения или не предусматривает. Есть случаи, когда подарил, уехал, и его не волнует дальнейшая судьба этого подаренного имущества. А большинство случаев, когда действительно в этой квартире остаются проживать дарителя. И вот в таком случае, конечно же, нотариус всегда разъяснит, что лучше предусмотреть это право на отмен дарения. Спасибо большое. Мы продолжаем прямой эфир. У нас много звонков. Уважаемые телезрители, мы продолжаем раскрывать тему. Пожалуйста, оставайтесь с нами. Если вдруг линия занята, перезванивайте. Галина Юрьевна, вот мы сегодня обсуждаем очень интересную тему. Вы говорили про соцсети и правомерное их использование. Вот скажите, пожалуйста, нотариус может зафиксировать вот это неправомерное использование на страницах в соцсетях? Как вы это делаете? Конечно, мы поэтапно открываем страницу за страницей. Ту, о которой говорит заинтересованное лицо. В своем заявлении человек, который пытается обеспечить тем самым свои права посредством осмотра страниц сайта, он в своем заявлении указывает, на какую страницу нотариусу необходимо выйти. Нотариус, открывая постепенно страницы, фиксирует, прикладывает сканы, то есть сканированные страницы этого сайта с описанием. И каждая страница с описанием нотариуса как раз вот и будет предоставлять тот единый документ, обеспечивающий доказательства осмотра страниц сайта. Ничего от вашего зоркового взгляда не скроется. Спасибо. Продолжаем прямой эфир. Есть звонок. Добрый вечер. Говорите алло. Алло. Здравствуйте. Слушаем. Здравствуйте. У меня такой вопрос. В Водинском массиве мы купили дачу. Пять соток. А фактически семь с половиной сотки. Пять соток у нас опорено все документально. А вот две с половиной сотки, когда распределяли учителям, там одна соседка отказалась. И этот участок на двоих, который мы купили, и соседов разделили пополам. Как мне вот это оформить, узаконить? Ну, в данном случае у вас есть право только на выкуп, либо на аренду этой части земельного участка, вот эти две с половиной сотки. Поэтому вы в праве сами выбрать, либо арендовать его на длительный долгосрочный аренду на 25 лет, либо выкупить его у комитета по управлению имуществом. Поэтому никаких препятствий для этого нет. Но лучше, конечно, это сделать, чтобы вас не обвинили в таком использовании земельного участка, как раз вот вопреки требованиям закона. Поскольку это будет являться, если это документально не оформлено, а вы просто вот полюбовно так вот взяли и поделили его, то это самовольный захват. Поэтому лучше, конечно, оформить в рамках действующего законодательства. Спасибо, Галина Юрьевна. Мы продолжаем прямой эфир, продолжаем принимать ваши звонки. Телефоны вы видите на экранах. Телефоны нотариальной палаты также периодически появляются. И сегодня на ваши вопросы отвечает президент нотариальной палаты Самарской области Николаева Галина Юрьевна. Галина Юрьевна, вы также сказали о допросе свидетеля. Скажите, когда может понадобиться именно этот допрос допросить свидетеля нотариусом? Понадобиться он можно на случай, когда либо дело уже в суде находится, либо уголовные процессы. Потому что предшествует порядку возбуждения уголовного дела, предшествует материал проверки, то есть проверочные мероприятия. И вот есть подозрение, что либо человек этот может отказаться потом от своих свидетельских показаний, либо не захотеть их показывать. Всякое у человека происходит там психологическое. Либо человек уезжает, как я уже сказала. Поэтому есть необходимость его допросить именно сегодня. По разным обстоятельствам в заявлении этот гражданин должен указать, в связи с чем он просит сегодня произвести допрос свидетеля. То есть нотариус просто так ничего не делает. Просьба должна быть ясно выражена и должна быть целью, мотивы и основания обязательно в этой просьбе изложены. И вот для суда, либо для впоследствии для какого-либо доказывания нового, либо это в суде общей юрисдикции, либо в арбитражном судопроизводстве, необходимо представить эти доказательства. Вот для этого нотариусы допрашивают свидетеля. Спасибо. Поэтому вот не надо, никто не советует заменять заявлением, на котором будет свидетельствоваться подлинность подписи. Есть такая, иногда адвокаты советуют, вы получите у нотариуса вот заявление от физического лица. Я такой-то настоящим хочу заявить, что я был свидетелем такого-то преступления. Излагается там в простой такой свободной форме вот эти вот показания. И прошу за свидетельство подлинность подписи. Нотариус засвидетельствует, у него нет основания отказать. Но это будут для суда косвенные доказательства по судебной празднике. Они не будут приняты в качестве доказательства в том виде, в каком требуется вот статья вот 102-103, основы законодательства нотариуса. Да как же нужно тогда поступать? Протокол допроса свидетелей. Спасибо. Спасибо. Принимаем звонок. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Алло, да, здравствуйте. Здравствуйте. А такая ситуация. Нас соседи залили и весь ремонт испорчили. Вот в уголовную компанию звонила уже неоднократно, просила их прийти зафиксировать тот ущерб. Но все равно все засыхает, изменяется там. Ну, ущерб-то значительный прям. Вот. И до сих пор никто не идет ко мне. А могу я нотариус, получается, да, позвать, чтобы он ущерб весь оценил, все записал, да? Да, конечно. Вот в данном случае тоже очень нередко и нотариусы привлекаются для обеспечения такого доказательства, как осмотр места. Вот именно место вот этой вот аварии. Нотариус выходит на место, фиксирует на самом деле. Другой вопрос, что нотариус не оценивает ущерб. Вот если управляющая компания приходит в составе такой комплексной бригады, где приходят и эксперты, приходят строители, которые оценивают этот ущерб, то нотариус, он только сделает осмотр места этого вот, этого, этой аварии, ну, происшествие его назовем, зафиксирует все, сделает фотоснимки с описанием этих фотоснимков, составит протокол осмотра этого места. И он также будет служить доказательством вот происшествия этого, которое произошло. То есть, по сути... Впоследствии можно этот документ уже отдавать экспертам, которые мы сможем... Действительно, очень часто необходимый ремонт уже делалось, поскольку не будет там, если пролив совершенный, штукатурка падает и падает, не будут же люди жить, естественно. Либо там выбиты окна, кто-то разбил там с улицы и так далее. И нужно зафиксировать, что окна были разбиты и так далее. Вот, поэтому нотариус в данном случае очень хороший помощник. То есть, это дополнительная услуга, которую может оказать нотариус? Это не дополнительная услуга, это то нотариальное действие, которое предписано основами законодательства нотариуса. Спасибо. Продолжаем наш прямой эфир. Есть звонок. Добрый вечер, вы в эфире. Говорите алло. Здравствуйте. У меня такой вопрос. В 2009 году сын купил квартиру в ипотеку. Первоначальный взнос оставлял 700 тысяч рублей. А в 2015 он женился. То есть, на данный момент у него свидетельство с обременением в пользу ипотеки. То есть, когда он выплатит полностью ипотеку, он уже будет в браке и поменяет свидетельство на свидетельство без обременения. Как в случае развода, например, с женой, будет делиться данная квартира? Спасибо. Если 700 тысяч рублей до брака, то это, естественно, на эту сумму, это его право собственности. Другая сумма, если они совместно в браке выплачивают. То есть, независимо от того, что совместные деньги туда поступают из совместного бюджета, либо только из его денег, если нет брачного договора, это будет считаться их совместной собственностью. За исключением вот той доли, которая соответствует 700 тысячам рублей. Что же касается, если он выплачивает самостоятельно из своего личного дохода и не желает, чтобы эта квартира была совместной собственностью, то необходимо составить брачный договор, по которому именно эта квартира будет находиться в его личной собственности. И тогда никаких проблем ни при расторжении, ни в иных случаях, ни взыскании по долгам супруги уже на это имущество не будет обращено. А брачный договор может составлять не только, когда супруги вступают в брак, а также и до брака, и в браке, и на любой стадии. Другой вопрос, что брачный договор вступает в силу, заключенный супругами, если они в браке, то с момента его нотариального удостоверения, он подлежит обязательному нотариальному удостоверению, а если же супруги не находятся в браке, намереваются вступить в брак, то с момента заключения брака. Спасибо. Принимаем еще звонок. Говорите добрый вечер, вы в эфире. Алло, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте, пожалуйста. Я вот имею в другом городе одну вторую часть дома. Ну, так получилось, что вторая половина оформила земельную часть, и получается, что моя часть меньшая. Нет выхода на улицу. Ну, прошло более трех лет, и могу ли я спорить это выдачу право на землю? Ну, выхода нет. Куда? С земельного участка. С земельного участка нет выхода на улицу? Да, с земельного участка нет. Значит, у вас… Вам не оспорить нужно, а вам нужно установить свое право о пользовании чужим земельным участком. Если у вас… Это как раз называется, это сервитут. Право о пользовании чужим земельным участком. Вам необходимо же проходить на другую, на улицу, естественно, ну, очень много таких земельных участков, вот их так делили, что не думали об этом. Но в данном случае есть норма как раз о серветуте, и вы вправе его установить. Для этого необходимо обратиться вам в соответствующее, значит, если добровольно не желает лицо установить серветут с вами, тогда в суд обращаться, и закон на вашей стороне. — Спасибо. Галина Юрьевна, в продолжении нашей темы, получается, что нотариус выполняет судебные функции, правильно? — Частично. Вообще нотариат — это превентивное правосудие, то есть предварительное правосудие. Есть очень крылатые фразы, а там, где работает нотариус, ссуды отдыхают. Это древняя очень фраза, это не нами придуманная. Или другая там, желание спорить породил судей, а нежелание спорить породил нотариусов. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваши интересы были неприкосновенными, то обращайтесь к нотариусу для заключения соответствующих сделок, соглашений, для подписания различного рода юридически значимых актов от вашего имени, чтобы ваши интересы действительно были соблюдены. Потому что нотариус — это адвокат обеих сторон. Никогда не удостоверить документы, если он исходит от двух сторон в интересах только одной страны. Нотариус, поскольку это лицо, назначаемое государством на должность, назначаемое на должность по конкурсу, лучшие из лучших отбираются, и потерять свое право на занятие нотариальной деятельностью, ну, вряд ли есть такие вот желающие. Галина Юрьевна, вы своим ответом на последний вопрос резюмировали нашу сегодняшнюю тему. Спасибо вам за это. Но у нас есть еще время. Буквально несколько минут, пару минут. Мы примем последний звонок. Добрый вечер, лаконичнее. Пожалуйста, вы в прямом эфире. Галина Юрьевна, большое вам спасибо. Я к вам обращалась 15 лет назад по поводу завещания последствий. Вы спасли жизнь мне и моему сыну. Но я до сих пор не могу забыть взятышницу нотариуса Лобанова. Проклинаю до сих пор. Она испортила жизнь мне и моему сыну. Ну, вы знаете, вот я уже сказала, что нотариусы, мы, мы как никто, институт нотариата чистит сам себя изнутри. Деятельность каждого нотариуса подлежит проверке. Нотариус, вот я говорю, если нотариус нарушает закон, то он долго нотариусом не работает. В любом случае, ну, сколько веревочки не виться, она заканчивает. Что касается там конкретного нотариуса, о котором вот телезрительница говорит, как бы, ну, нам эти факты неизвестны, но, тем не менее, она не работает уже давно нотариусом. Вот. Поэтому у нас на сайте нотариальной палаты есть горячая линия. Более того, вы можете, не хотите разговаривать по телефону, пожалуйста, вы можете написать. Есть прямая, сразу вкладочка, прямой ответ. Вы пишете свою жалобу, она сразу же поступает на рассмотрение. У нас есть комиссия профессиональной чести, которая каждую жалобу рассматривает. Каждую обоснованную жалобу, ни одна обоснованная жалоба не остается без внимания. Это однозначно. Поэтому я думаю, что вот на территории Самарской области можно быть совершенно спокойными. То есть у нас нотариат, могу сказать, похвастаться, что Нотариальная палата Самарской области в числе лидеров Нотариальных палат вообще по Российской Федерации. Галина Юрьевна, ну, недаром вы столько лет, как президент Нотариальной палаты, возглавляете палату, не один десяток лет уже получается. Ну, у нас есть правление, у нас есть различные комиссии. То есть каждый третий нотариус работает в наших органах Нотариальной палаты. Работает очень успешно, поэтому у нас очень сильный костяк такой, очень профессиональный. Который работает, естественно, на благо жителей Самары и Самарской области. Ну что же, спасибо вам большое. В очередной раз благодарю вас за интересную тему передачи, за интересный эфир, за ваши ответы на вопросы наших уважаемых телезрителей. Спасибо вам большое. Ну и спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Территория. Право» в прямом эфире. Телефоны Нотариальной палаты периодически появлялись на ваших экранах. Возьмите их себе на заметку, можете проконсультироваться по любому нотариальному вопросу с нотариусами Самарской области. Спасибо, Галина Юрьевна. Всего хорошего. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»